Минск и Прага Минск и Прага Минск и Прага Богатая плодородными почвами и с мягким климатом Чехия была лакомым кусочком для соседей, поэтому многие замки представляют собой поистине неприступное сооружение, либо вырастающее из недосягаемых скал, либо окруженное глубокими рвами. Минск и Прага Минск и Прага Сюда находится собор Святого Вита. Шедевр готической архитектуры, уходящей шпилями в небо, строили 600 лет. Его золотые врата – главный символ Праги, украшает стеклянная мозаика Страшного Суда. Цветной орнамент – предмет большой гордости местных жителей. Чешское промышленное производство славится своими традициями и качеством. Север страны – богемия, родина знаменитого хрусталя, фарфора и стекла. Его начали изготавливать еще в средние века. Чешские люстры освещали дворцы Людовика XV, австрийской императрицы Марии Терезии и русской императрицы Елизаветы. У фарфора, как и у стекла, своя традиция и репутация. Экспортируется он во все части света, почитаем в Азии, Европе и обеих Америках. Чешские фарфоровые изделия Гранат – еще один бренд Чехии. Этот камень получил высокое признание. Его издревле находили в речных песках, а с VI века уже поставляли на экспорт. Кристалл не тонет, устойчив к кислотам и огню, выдерживает температуру в 1600 градусов. При такой алмазы горят, как бумага. За эти качества камень почитали мистики и алхимики. По легенде, Ной освещал свой ковчег именно гранатовым фонарем, поэтому камень считают еще и оберегом для путешественников. Национальная гордость чехов, конечно, пиво. Согласно хроникам, первый пенный напиток здесь сварили тысячу лет назад. Сколько сегодня существует сортов чешского пива, подсчитать невозможно. В каждом местечке его варят по собственным рецептам. Пивоваров в Чехии уважают не меньше, чем банкиров, врачей или священников. Хоть у Чехии нет выхода к морю, это все равно одна из самых привлекательных стран для туристов. Входит в топ-10 популярных направлений. Основной профиль – экскурсионный и медицинский туризм. Чирские бальнеологические здравницы славятся на всю Европу. Всего в стране около 40 курортов. Самый знаменитый – Карловы Вары. Многовековая традиция лечения основана на целебных свойствах минеральных вод, которые известны еще со времен Священной Римской империи. Минск и Прага начинают новую главу в отношениях. О перспективах двустороннего взаимодействия шла речь на встрече президента Беларуси с министром иностранных дел Чехии. Это первый визит Любомира Зауралика в нашу страну. И, как отметили стороны, самое время вывести партнерство на качественно новый уровень. Потенциал есть. Ставку делают на торгово-экономическое взаимодействие. В планах товарооборот в 500 миллионов евро. Позитивный настрой на активизацию долгосрочного диалога укрепился и открытием нового здания посольства Чехии в Минске. Алексей Адашкин подробнее. Именно в Праге в свое время официально стартовала инициатива «Восточное партнерство», в которой участвует и наша страна. Во внешней политике Чехия, как и Беларусь, старается строить бесконфликтные отношения со всеми своими партнерами. Ключевая роль при этом отводится развитию экономических связей. Чехия в Восточной Европе стремится играть роль регионального лидера. При этом Прага пользуется авторитетом как среди своих соседей, так и в кругу западных стран континента. Еще в 2009 году, когда Чехия была председателем Евросоюзе, официальные власти этой республики подчеркивали, что выступают за более активное вовлечение Беларуси в проекты ЕС. После того, как Евросоюз снял с Беларуси все ограничения, первым чешским гостем в нашу страну стал министр промышленности и торговли. Прошло чуть больше месяца с того визита. И вот во Дворце независимости президент Александр Лукашенко принимает главу МИД Чехии Любамира Зауралика. Это влиятельный политик у себя на родине. В свое время он даже занимал посты спикера и вице-спикера парламента. Мне, откровенно говоря, приятно с вами сегодня встречаться. Никогда не считал ни Чехословакию, ни Чехию, ни Словакию чужими для нас государствами. Много было общего. Не скажу, что все было безоблачно, но больше я считаю. Так как нас учили, я историк по своему первому образованию, поэтому хорошо понимаю и разбираюсь в этом, особенно сейчас, глядя на те даже события, преломляя их через современность. И считаю, что все-таки очень много, больше было хорошего в наших отношениях, чем плохого. Я это сказал для того, чтобы подвести вас к мысли, что все-таки мы нашли в себе силы переломить ситуацию. И нынешняя ситуация характеризуется налаживанием добрых отношений между европейскими государствами Белоруссии и Чехии прежде всего. Я знаю, какую вы роль играете не только в хоккее, сегодня уже и в футболе в Европе и в мире, но и вообще в определении европейской политики. Активизация политического диалога неизбежно приведет и к увеличению объемов инвестиций и торговли. В прошлом году совместный товарооборот между нашими странами составил почти 400 миллионов долларов. Мы поставляем в Чехию нефтепродукты, удобрения, синтетические нити, детали для автомобилей и тракторов, изделия из металлов. Беларусь закупает в Чехии промышленное и энергетическое оборудование, пищевые продукты, легковые автомобили, одежду и обувь. Судя по настроению главы чешского МИДа, официальная Прага готова расширять взаимовыгодное сотрудничество с Минском. Именно сейчас двусторонние связи, можно сказать, обретают второе дыхание. Я благодарю вас, господин президент, за прием. Я очень рад, что после встреч, которые мы провели с моим белорусским коллегой в Нью-Йорке, Праге и Братиславе, я приехал в Минск. И я думаю, что настало время начать новую главу в отношениях между Чехией и Беларусью. В прошлом году объем чешских инвестиций в экономику Беларуси составил 46 миллионов долларов. При этом в нашей стране работает почти две сотни компаний с капиталом из этого восточноевропейского государства. Совместные инвестпроекты охватывают такие сферы, как машиностроение, энергетика, станкостроение, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Потенциал отношений Беларуси и Чехии далеко не исчерпан. В первую очередь это касается торгово-экономической сферы. Это должно рассматриваться как фундамент для взаимовыгодных и взаимодополняемых совместных проектов на территории Европейского союза и Евразийского экономического союза. Очень важно, что в новых геополитических реалиях наши коллеги из стран Европейского союза и в первую очередь из Чехии видят Беларуси открытого к диалогу и надежного партнера и готовы к совместному поиску новых форм сотрудничества. Портфель перспективных белорусско-чешских инвест-проектов превышает сумму в полмиллиарда евро. Реализацию этих планов контролируют внешнеполитические ведомства двух стран. Структура экономик Беларуси и Чехии схожа. И это хорошая база для взаимовыгодного сотрудничества в приоритете развития производственной кооперации. Мы делаем первые шаги по созданию взаимного доверия. Я верю, что это начало позитивного и долговременного сотрудничества. Со стороны чешских бизнесменов существует большой интерес к реализации проектов в Беларуси. В частности, желание участвовать в строительстве Минского метрополитена высказывает компания «Метростав». Посольство Чехии работает в Минске с 1994 года. С участием министров иностранных дел двух стран было торжественно открыто новое здание дипмиссии. Это как еще один символ обновления отношений. Глава чешского МИДа почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Дипломатическая делегация возложила венок к монументу победы. Борьба с немецко-фашистскими захватчиками – это страница нашей совместной истории. А ведь общее прошлое помогает вместе строить будущее. Алексей Адашкин, Юрий Тихонович и Владимир Тихонович. Реальная дипломатия. Дипломатические отношения Великой Отечественной войны. В 1993 году белорусский, чешский, а тем не менее, визит министра иностранных дел Чешской Республики, хотя сейчас они изменили, кстати, название. Они сейчас будут официально называться Чехия. Чехия. Более короткое название. Он тоже не был спонтанным. И всегда дипломатическая практика предполагает серию поступательных шагов для организации визитов такого уровня. То есть до этого были и мероприятия, связанные с встречей в рамках Центральной Европейской Инициативы, когда министр иностранных дел Беларуси посещал столицу Чехии. И разного рода круглые столы по линии посольства организованные. Ну и интерес, в принципе, чешской дипломатии к Беларуси, он носит традиционный характер. Правда, по ряду причин, в основном политического характера. Вот активизация белорусско-чешских отношений, которая имела место быть в конце 90-х годов, потом в 2008-2009 году, в 2010-м, она потом на некоторое время по инициативе чешской стороны, опять-таки, этот процесс несколько затухал. Но снова потом Беларуси всегда демонстрировали определенную открытость и желание сотрудничать с нашими чешскими партнерами. Ну и, соответственно, через некоторое время вновь и чехи пытались, кстати, возобновить диалог с нами. И вот в настоящий момент, надо сказать, что, наверное, вот этот визит, это очередная фаза белорусско-чешского диалога. Чего мы ждем? Ну, понятно, нас интересуют проекты по линии экономического взаимодействия с Чехией. Чехия традиционно входит в тридцатку партнеров Беларуси по экспорту. И, конечно же, интересуют вопросы политического взаимодействия. В свою очередь, что интересует Чехию? Надо сказать, что Чехия – это одна из тех государств постсоциалистического лагеря, которая достаточно успешно прошла свою трансформацию и имеет, в принципе, неплохой позитивный кейс проведения рыночных реформ и диверсификации своих экспортных потоков. Если в 1991 году 65% чешского экспорта – это было СССР, в частности, РСФСР в большей степени, то сейчас порядка 80% – это Европейский Союз, а Россия, в свою очередь, только 3%. То есть сложился уже другой негативный дисбаланс. И чехи, по-моему, в 2011 году приняли стратегию диверсификации экспорта. И среди тех рынков, которые их интересуют, это, конечно, Турция, Китай и, в первую очередь, Российская Федерация, а конкретно Евразийский экономический союз. Мы конкретно вместе с Евразийским экономическим союзом и Беларусь, в частности, какое место в этой стратегии занимаем? Что мы имеем сейчас и, в принципе, в перспективе? Здесь надо сказать, что вот наша линия, то, что проводит белорусская дипломатия и другие организации, занятые внешнеэкономической деятельностью, представить нашу республику как ворота на евразийский рынок, она в полной мере, наверное, вписывается, сочетается с этой чешской концепцией диверсификации экспортных потоков. Поэтому, наверное, мы чехам готовы предоставить свою площадку для организации разного рода совместных производств. А такие компании уже в Беларуси есть. Вообще, можно вспомнить, по-моему, за последние 10 лет порядка 400 миллионов евро чехи инвестировали в разного рода совместные белорусско-чешские проекты. Это немного, на самом деле, потенциал для сотрудничества у нас огромный. И если заходить на российский рынок, то надо понимать, что присутствие там чехов напрямую, оно на сегодняшний день осложнено политической ситуацией. Перспектив, в краткосрочной перспективе говорить о возможностях урегулирования противоречий политических, экономических по линии России-Запад не приходится. Тем не менее, такие страны, как Чехия, традиционно заинтересованы, я уже объяснил, по каким причинам, в том, чтобы все-таки расширить свое присутствие на этом рынке. Беларусь не имеет на сегодняшний день таких серьезных политических разногласий с Западом, как Россия. И мы способны на своей территории, обладая определенными возможностями, сочетая это с интересом чешского бизнеса, организовать здесь какие-то действительно производства для того, чтобы вместе работать на рынке Евразийского Союза. Александр, вы упомянули 400 миллионов объема. И тем не менее, это уже о том, о чем мы можем говорить, реальных денег. А есть инвестпроекты приблизительно на ту же сумму. Это будут те же направления, это будет что-то кардинально новое. Вообще, какова надежда? Мы уверены в том, что мы это проработаем? Ну, что интересует всегда здесь чехов? То есть основные, так сказать, основные направления белорусского экспорта, это, конечно, автомобильные комплектующие. Вот, это, в принципе, и традиционное направление чешского экспорта, потому что страна славится тем, что производит большое количество комплектующих для техники. Вот, нефтепродукты, калийные удобрения, значит, продукция химической промышленности белорусской. Вот это как бы то, что мы туда поставляем. Что нам поставляют Чехии? Это, в первую очередь, оборудование для модернизации наших отдельных производств. Вот, сейчас уже можно говорить о том, что достаточно успешно реализуются проекты, связанные с производством газетной бумаги. Это новый завод, который построен, и там присутствует чешское оборудование. Есть интерес к проработке совместных проектов в области модернизации железнодорожного транспорта. Вот, я так думаю, что есть перспективы производственной кооперации в автомобилестроении. Вот, а уже зависит от того, насколько это будет проработано. Но это, конечно, вопрос компетенции специалистов. И, безусловно, это, как любой бизнес, это долгий, кропотливый процесс переговорный. Помимо экономики, культурное, гуманитарное сотрудничество, об этом всегда забывают немного, когда, ну, во главу угла, понятное дело, ставится экономика. И потом просто забывают о другом. Нам в Беларуси достаточно сложно, конечно. Почему такой вот крен всегда традиционно в Беларуси, и у специалистов, занятых внешней политикой, именно рассматривать все через призму прагматики и экономики, что порождает даже такие определенные, не то чтобы инсинуации, а такое восприятие Беларуси как исключительно прагматичного государства. Надо понимать, что не обладая большими запасами природных ресурсов, мы просто-напросто вынуждены всегда во главу угла ставить экономику. Мы экспорта ориентируемая страна, что произвели, что продали. Вот, собственно говоря, это и получили. И за счет этого поддерживаем какой-то уровень жизни населения. Поэтому, конечно, экономика номер один. Ну, а если говорить о культурно-гуманитарных контактах, ну, не будем забывать, что все мы братья-славяне, на самом деле. И здесь уместно вспомнить, наверное, еще такой аспект политический. Чешское руководство, на самом деле, сейчас, на мой взгляд, является достаточно интересным для изучения нашими специалистами и для налаживания политического диалога. Почему? В 2012 году в Чехии впервые прошли прямые президентские выборы. До этого глава государства избирался парламентом. Вот, сейчас прошли прямые выборы президента в 2013 году. И руководителем страны стал господин Милош Зэмон. Среди европейских политиков он занимает достаточно взвешенную позицию, как в части, касающейся урегулирования противоречий с Россией, вот, так и в отношении так называемого насильственного продвижения демократии, которым заняты, так сказать, отдельные правящие круги стран Запада. То есть, в принципе, он не мандиалист и не сторонник какого-то диктата, доминирования. А в большей степени этот политик настроен на конструктивное сотрудничество, в том числе со странами Восточной Европы. Я думаю, что для Беларуси здесь тоже определенное окно возможностей есть. Во-вторых, Чехия активно участвует в так называемой Центральной Европейской Инициативе. Это организация 18 государств Центральной Европы, куда входит также наша страна. Там мы тоже можем продвигать собственные экономические интересы, в том числе в сотрудничестве с чехами. То есть, есть пространство для политического диалога, в том числе, если наша страна будет заинтересована в этом в большей степени, чем в экономике, либо будут идти эти процессы параллельно, политика и экономика. Я бы думал так, что это правильно. То есть пространство для политического взаимодействия. Что касается гуманитарного, культурного, оно всегда было в силу того, что мы просто близкие народы, на самом деле. Просто немного, в разговорах и обсуждениях мы немного забываем об этом. Да, да. Мы с чехами-то немного похожи, но еще важный аспект, который хотел бы отметить, я думаю, многие из наших соотечественников были в Чехии. Чехия очень популярное направление туризма для Белоруссии и Прага, и курорты в Карловых Варах, и горнолыжные курорты. То есть, поэтому, ну, надо тогда и приглашать наших чешских друзей активнее работать. Я думаю, что в Белоруссии есть что представить. И дипломаты чешские, которые здесь аккредитованы, я так понимаю, должны непосредственно в этом участвовать, заниматься этой работой. И вот переезд, скажем, в новое здание, вроде бы такой факт, ну, что ли, для новостей просто. Что означает новое посольство, открытие посольства, ну, даже переезд, новое здание? Вообще, на самом деле, на языке дипломатии надо понимать, что это достаточно важно. Потому что, если страна вкладывает деньги в расширение своего присутствия на территории другого государства, совершенно понятно, что появляются какие-то дополнительные интересы. Это своего рода сигнал. Я бы, конечно, увязывал бы, в первую очередь, в той самой стратегии диверсификации экспорта. Потому что Чехия критично зависима от ситуации на внешних рынках и ситуации в Европе. На самом деле, эта страна, хотя она достаточно в большей степени безболезненно пережила экономический кризис, все равно с 2011 года там наблюдаются достаточно тревожные тенденции падения ВВП, и снижение заработной платы, и увеличение безработицы. И, безусловно, очень сильно зависимы от возможностей транснационального капитала, и от Европейского Союза. Поэтому, конечно, будут расширяться, пытаться выйти на другие рынки. Здесь Беларусь им нужна. И, конечно, когда появляется новое здание посольства, появляются дополнительные сотрудники, набираются тех персонал из числа белорусских граждан, назначаются почетные консулы. Это все свидетельствует о том, что белорусские и чешские контакты будут динамично развиваться в ближайшей перспективе. Повторюсь, если им вновь не помешает какого-либо рода, так сказать, ангажированность, политическая дестабилизация возможная, как это уже происходило неоднократно. Потому что вовсе было не в интересах Чехии прерывать и замораживать контакты с Беларусью. Это была воля более серьезных игроков в Чехии, к сожалению. Или, не знаю, мы не будем обсуждать ее геополитический выбор, но Чехия является частью западного мира. И там есть ряд крупных акторов, которые, в принципе, принимают решения по ключевым вопросам внешнеполитической повестки. Будем надеяться, что этого не произойдет. Будем надеяться, что в будущем не произойдет. Мы всегда проводили достаточно завершенную линию, знаете, такая дипломатия кота Люба Леопольда. Да, давайте жить дружно, но обижать нас не надо, и тогда все будет хорошо. Спасибо большое, Александр, за то, что пришли к нам в студию и ответили на вопросы нашей программы. Пожалуйста. О перспективах сотрудничества Беларуси и Чехии мы говорили с гостем программы, политологом Александром Шпаковским. Машиностроение и энергетика. Сегодня в основе белорусско-чешского экономического сотрудничества. Бизнесмены из Чехии видят в Беларуси перспективный рынок и охотно работают на территории нашей страны. В стадии проработки сейчас находятся свыше 40 инвестиционных проектов. Половина из них с объемом инвестиций свыше 25 миллионов евро каждый. О примере успешного сотрудничества наш следующий сюжет. Это уже есть экспортный продукт, готовый к дальнейшей переработке. И он поставляется как страны С, в том числе и в Республику Чехия. Это бумага основа для сангигиены. В дальнейшем она будет переработана в рулончики с разным видом тиснения, разной длины намотки. Европейский покупатель даже не догадывается, что салфетки или полотенца на его столе произведены из шковской бумаги. Ее поставки в Чехию составляют почти четверть экспорта предприятия. Такой интерес к белорусскому товару неспроста. Технология, применяемая в производстве, позволяет из макулатуры довольно среднего качества делать высокосортную бумагу. Это технология ДИИНКИН, которая позволяет удалить из макулатуры всю печатную краску, придать бумаге необходимую белизну и мягкость. А удаление наполнителя практически лишает ее пыления, что очень хорошо сказывается при контакте с руками, с кожей. Найти друг друга производителю и покупателю помогли международные выставки. Чешские специалисты оценили качество бумаги, побывали на самом заводе в итоге. Список партнеров «Спартака» пополнился еще одной страной, и за год в Чехию поставили продукции на более чем 2,5 миллиона евро. Могилевский регион не терял контакты с Чехией никогда, и сегодня продолжает поставки в эту страну промышленный гигант Могилев химволокно, или, например, производитель кемпинговой мебели и насосов для дач. В партнерах металлургический завод, кровельный. Экономисты говорят, есть обоюдная заинтересованность в таком сотрудничестве. Был подписан в 2015 году меморандум. Наша делегация во главе с заместителем председателя обл.исполкома Некрашевичем выезжала туда. И также гетман у Чехского края, также был здесь у нас в области. В этом году у нас 103% хороший темп роста по экспорту. На стадии реализации, пожалуй, один из самых крупных белорусско-чешских проектов – расширение возможностей завода газетной бумаги в Шклове. Здесь приступили к производству так называемой бумажной пленки, основой для облицовочных материалов, которыми ламинируют древесные плиты. Впоследствии производство полностью закроет потребности Беларуси отправиться пленкой на экспорт, в том числе страны ЕАЭС. Почти 85% финансирования проекта взяли на себя чешские банки. Чешская компания, на счету которой заводы в Египте, Сербии, Чехии – строительство. Наша компания работает по всему миру – от Латинской Америки, в Африке, в Европе. Это, скажем, четвертый проект, реализованный нашей компанией в Беларуси. Правда, самый крупный. И по опыту работы могу сказать, что нам работает комфортно. По мнению главного инженера проекта Павла Гроссмана, обновление производства, поиск новых технологий внедрений, как можно больше инновационных способов производства – единственно верный и перспективный путь развития экономики европейских стран. Он рад, что по такому же пути идет Чехия и Беларусь. Здесь новая технология. Это все лучше для вас, для производства, для качества. Это должно сделать такие стройки. Потому как не будет развиваться, это будет плохо. Это невозможно. Стоять на месте, смотреть и ждать чего. Чешская республика за последние годы стала надежным и перспективным партнером Беларуси. Общий товароборот составил около полумиллиарда долларов. Почти столько же вложено в реализацию десятков совместных проектов. В энергетике, машиностроении, нефтехимии белорусские комбайны и тракторы успешно работают на полях Чехии. Благодаря чешскому оборудованию модернизированы многие крупные белорусские предприятия, в том числе завод крупногабаритных шин. Это и есть, говорят специалисты, реальная дипломатия. Как сказал знаменитый чешский писатель Карл Чапек, слышать – это больше, чем понимать слова. Беларусь и Чехии открыты для диалога и заявляют о готовности к поиску новых форм сотрудничества. В эфире «Беларусь-24» была программа «Реальная дипломатия». Встретимся в это же время через две недели. Смотрите нас и на сайте беларусь24.by. В студии был Анатолий Липецкий. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»